Всем привет! Канал Юрганов Лаев. Сегодня суббота и у нас генеральная уборка. Но не вся, не во всем гараже, а только будет уборка в умывальнике. Умывальник у нас вот такой красивый, хороший умывальник, который включается в розетку. Это подогрев зимой. Очень удобно, чтобы отмывать масло, жир, грязь, песок. Все, можно. Но в последнее время какая-то случилась беда. Беда в каком плане? Что начинает разъедать руки. Предположение Михаила, ну и других работников, это то, что завелась какая-то живность. Я не знаю. А может червячки, может какие-то вши, может еще какая-то беда. Но надо, надо что-то делать. А что мы будем делать? Мы будем показывать вам видео, обучающего видео, как самостоятельно, как самому, как в домашних условиях избавиться от живущих в воде всякой нечисти. Учитывая то, что это автосервис шаман, соответственно, всякими камланиями, заклинаниями мы будем изгонять. Это будет проклятие для этих червячков. А самое главное, мы будем вот этот кран, который у нас находится выше дна раковины, будем опускать на низ. Для чего? Чтобы у нас вода была как можно более проточная. То есть, сбегала вся и не стояла. То есть, получается, вода тухнет. Здесь тухнет и руки какие-то начинают быть пляшивыми. Итак, смотрите, как будет происходить заклинание ремонт данного умывальника. Итак, вперед. Михаил подготовился. Вот его золотые руки. Он полностью готов в форме. Теперь поехали. Отодвигаем. Сначала отодвигаем, воду сливаем, потому что в воде ковыряться мы не будем. И дальше начнем. Смотрите. Учитывая то, что кран этот дифастрофический дистрофик, дистрофический. Он час по чайной ложке сбегает. Поэтому вот эта вода у нас выливалась, наверное, полтора часа. Решено просто взять эту раковину. Вы видели, как Михаил поднял ее. И просто выливает. Смываем. И вот у нас вода прямо с ржавчиной. С парашей со всей. Там гнездо же. О, Михаил говорит. Гнездо. Гнездо червей. Поэтому руки у нас гниют. Руки гниют и говорят, что мы рукожопые. Ну да ладно. Короче, откручиваем сам эмувальник. Три самореза будет. Раз, два, три. И начнем сейчас колдовать. По поводу крана мы будем устанавливать кран на другое место. Это я уже сказал. И при всем при этом кран будет у нас шаровой. Там, где пропускная способность воды, значительно выше. Так, дальше смотрим и делаем. Продолжение следует. Умывальник убрали в форму и начинаем колдовать. Вернем умывальник. Теперь мы умывальник. На место старого крана поставим заглушку. И водичка у нас течь не будет. А вот и сам кран. Новый и новый. Совсем новый. Ну точно не колелся. Все чистенько будет никаких червей. Червей, мух, я не знаю. Какая-то параша вообще. Маленький вам совет. Меняйте воду регулярно. Вот. Продолжение следует. Продолжение следует. умывальник помыли теперь будем сверлить отверстие под кран и устанавливать кран для дальнейших манипуляций и действий нам понадобится герметик где мы кран посадим на герметик ключи заглушки и сам кран все смотрим дальше как это будет сделано сейчас начнем сверлить отверстие под новый кран замеряем глубину потому что у нас двойное дно так как спорятана электроника регулирующая температуру нагрева воды вот здесь на этом уровне находится у нас но отмечаем и от него будем отступать немного вверх и так сейчас будем сверлить отверстие с Перу у нас было на 16, соответственно, и отверстие стало на 16, сейчас будем рассвернуть. Продолжение следует... Все, расточили, теперь найдем резинку, подложим, чтобы ничего не протекало, и будем вставлять, прикручивать кран. Подобрали резинки, кольца уплотнительные из набора, и их применим. Магнитом сейчас изнутри достанем всю стружку, которая получилась, и будем дальше собирать. Нам понадобится кран и ключ на 24. Опять герметиком проходимся, и будем устанавливать. Продолжение следует... Продолжение следует... вот установили кран затянули промазали герметиком теперь оставим на ночь достаточно на ночь сохнуть а пока будет сохнуть мы установим сам умывальник на место прикрутим краковине итак поехали а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь и вода будет быстрее бежать и сливаться из бачка с водой При этом уровень будет минимальный Вода не будет так быстрой и в таком количестве тухнуть Все, все стоит... При этом смотрим... Нам понадобилось дрель обычная, это мы рассверливали Дальше ключ на 24, закручивали гайку уже изнутри крана на 22 Это мы закручивали пробку Дальше герметик, шуруповерт, сверло на 5, может 5,5 Линейка, маркер, отмечали, замеряли И трещотка, головка на 7 и крестовая отвертка А также пневматическая дрель, которой мы делали отверстие 16 мм Итак, лайфхак, как опустить, прикрутить, избавиться от тухлой воды Вы можете посмотреть на своих экранах Пока!